Анна Семеновна Самохвалова – первая из сочинцев, кто откликнулся на украинскую трагедию. Она принесла новые вещи для подростков. Больше всего жалко детей, говорит женщина, которые не понимают, что происходит вокруг. Анна Семеновна сама дважды была беженкой в годы Великой Отечественной войны, когда у матери на руках из Белоруссии оказалась в Литве, и в 90-е, когда бежала из Баку в Сочи. Я была депутатом, все, фашист-оккупант. Я стала вдруг фашист-оккупантом. И на территории Баку даже? Да. Да, это было страшно. Тогда вот площадь, как в Киеве. А год какой год? 90-й. С 19-го на 20-е, когда вводили войска. Как раз вот как в Киеве, вот так же была площадь у правительства. Все было захвачено. Сегодня помощь нужна жителям Украины. И не только моральная. По инициативе Российского Красного Креста проводится благотворительная акция. Это продукты питания нужно. Сроки обязательно обращать внимание, чтобы это долгосрочные продукты были. Это средства гигиены. Если одежда только новая, постельное белье, комплекты, все постельные принадлежности, тоже все должно быть новым. Нужны медикаменты, нужны перевязочный материал. Все это мы будем принимать. Прием осуществляется в отделении Красного Креста по улице Чебрикова, 34. В рабочие дни с 10 до 18 часов. Помогать сотрудникам Красного Креста будут волонтеры серебряного возраста. Блок серебряного возраста состоит из 500 человек. И поэтому тоже очень равнодушные такие люди. Они еще и сами помогут. Мало того, что соседям разъяснят, прояснят, приведут их сюда. Пока неизвестно, куда пойдет помощь непосредственно в города, где идут боевые действия, или в те российские города, куда прибывает поток беженцев. На 71-м заседании Совета командующих пограничными войсками руководитель пограничной службы ФСБ России Владимир Курюшов отметил, что гуманитарные коридоры будут обеспечены. На приграничной с Украиной территорией в субъектах Российской Федерации уже созданы пункты приема беженцев. Организована работа по обеспечению людей всем необходимым. Аналогичную работу, как я знаю, ведет Республика Беларусь. Поэтому мы, безусловно, окажем помощь всем лицам, которые, почувствовав угрозу своей безопасности, будут переходить на нашу территорию. Елена Афсицына, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.